Сильная жара в Тараусской области стала настоящим испытанием на прочность не только для людей, но и для техники. Всю последнюю неделю столбики термометров в регионе держатся на отметке 43 градуса выше нуля. Такой температуры не выдерживает электросеть. Тараусцы жалуются. Резкие перепады напряжения выводят из строя бытовую технику. Тему продолжат наши корреспонденты в регионе. Днем 150 вольт, вечером нет и 50. Пиковые нагрузки и перепады напряжения ударили по жителям улицы Курмангалиева. Впрочем, не только по ним. Не спасают от колебаний в электросети, говорят, даже стабилизаторы и специальные приборы. Здесь раньше был свой трансформатор. Все время выходил из строя. Чинили, чинили. В итоге к другому трансформатору подключили на соседней улице. А у него мощности не хватает. Домов-то тысячи. В скачке напряжения утверждают жители улицы. Были и раньше. Летняя жара лишь усугубила проблему. Сгорает бытовая техника. Из строя выходят кондиционеры и холодильники. Холодильник, тарсадаватор. Еле ватар бяляши. А махтармаз вообще булшап. Вода теплая, масло тает, продукты портятся. Холодильник при таком напряжении совсем не морозит. Ночью душно, кондиционеры не включаются. Плюс комары. Не живем, а выживаем. Если бы в селе. А то ведь в центре города такие проблемы. В курсе проблемы все это время были и местные власти, и электросеть. Однако жалобы горожан услышали лишь сейчас. Данная линия находится на балансе компании от Раужары и ожидает капитального ремонта. Планируется замена. Работы начнутся на следующей неделе. У нас есть свой график проведения капитального ремонта линии. Согласно данному графику, ремонт на данном объекте начнется в июле. К слову, в такой же ситуации оказались и жители пригородных сел. Ахжар, Ахсай, Уыркен, Ерканхала. Для решения проблемы, говорят специалисты, необходимо около сотни новых трансформаторов. Половину закупили в прошлом году. Когда приобретут оставшиеся, точно никто не знает. Райхан Тажибаева, Растамбек Кенже, Амантай Матенов, Жандус Рахметуллин, Атрау, Хабар, 24.